всем доброе утро у нас сегодня пятница все такие рады что наконец-то наступила пятница особенно дианка но на самом деле и я мне тоже эта неделя сложная была поэтому и я тоже этому рада он и ризгер спит мы положили на вот этот диван слушайте положили этот такой знаете грелку ну вот матрас грелка да ну грубо говоря но мы с дианкой посидели и ну я правда выключил уже а ризгер это как заснул и спит я к молоды ты на погода у нас конечно же мрак я вам сейчас покажу вчера целый день дождь сегодня сейчас уже начнется поскольку там аж темно на улице дождь и завтра дождь стопроцентная завтра влажность вообще просто конечно такая мрачная погода говорит о себе знать и настроение какое-то неулыбчивое да ну говоришь себе быстро улыбнулась и вперед понятное дело но хочется что понимаете улыбка сама собой возникала когда солнышко есть она просто возникает сама собой что еще хотела сказать а начинается моего мужа экзамены он же шучится и вот последний год он отучивается ну и будет там повышение по работе но он научится с целью повышения по работе в общем завтра экзамен суббота воскресенье но он как бы знаете как заочная суббота воскресенье но не так как у нас до сессия сдача здесь вот у него какая-то другая система сколько по моему четыре раза в год он сдает экзамены ну а естественно подразумевается что на протяжении всего этого времени он учит материал ну и завтра в два часа дня будет ехать на экзамен не учит я рину чего что не учишь ой короче но я понимаю что лень на работу пищу работая рина тоже во время работы на повелось минуточка сил открыл все же под рукой тоже не то что там работаешь они он же не мой там полы понимаете что ты выбираешь минутку пока полы просыхают и читаешь нет он говорит нет но мы там с друзьями разговаривали чай пили я не ну понятно но и без этого турки же не могут чай 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 литрами ну в общем не важно у него постоянно он и в прошлом году не учил не учил потом за два за три дня до экзамена он сидит до утра до трех часов просто тупо учит 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 потом едет сдает 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 оценки конечно такие средние у него баллы но нормально в общем последний год я говорю слава богу слава богу а то как начинается о цена вар цена вар или вар вар учи но в общем завтра пойдет отстреляется завтра и воскресенье ехать туда в сторону знаете теперь он говорит ой мы как там жили на той квартире мне так близко было ездить экзамены сдавать а сейчас так далеко ярино экзамен твой уже заканчивается мы здесь на всю жизнь поселились ладно сейчас вам покажу свою мрачную погоду ну гляньте что ребенок да рюзгер ну спит прям а помог нет помог сюда не хочет приходить но она еще не знает что здесь вот этот матрас греет но я выключила здесь сейчас я одеяло у тебя тоже рюзгер конфискую ой ой потягушки ой слушайте за ними можно наблюдать вечное такое умиротворение как они спят а еще во сне таки делает какую-то собаки только покошачьи дарю сгер как твои дела отлично живешь как кот в масле не недаром это такая поговорка существует да а вчера чего-то вечером диана рассказал он прям плакал а чего он плакал рюзгер но него бывает слезы катятся как вот и настоящие слезы из глаз ой смотрите темнота темнота хотя у меня камера с подсветкой если было без подсветки было вообще темно ну еще нет дождя но будет будет на при сказали в 10 утра начнется еще просто слишком рано там горизонт весь туманный да уж конечно что сказать что у природы нет плохой погоды зима здесь такова я уже говорила и конечно же турецкая зима очень раздражает дымом очень очень ну сейчас как-то не так а вечером просто так вот смотришь а там впереди скопление дыма что цветочки аж это тоже сюда вынесла поскольку он ну желтеет желтеет а это что мандаринчик хочу ты свернулся холодно может ну так как холодно деревья там мандариновые растут на улице не морозже ладно пошла я сейчас буду варить диане суп потому что диана к обеду придет мне нужно супца и отрить буду варить обычный шахрие чербасы с помидором движняк конечно а разрубочный работает аж гай шумит ладно захожу я все в кастрюльку добавляю сливочное масло и небольшую вообще капелюшечку просто капелюшечку подсолнечного чтобы он не был жирным и в то же время чтобы при застывании но когда при охлаждении чтобы он не так сильно вот этот жир деревенел все таки подсолнечное масло но то не застывает так все сюда теперь шахрие типа знаете можно вермишель ну я думаю что столько хватит поскольку она еще увеличится и сейчас мы эту всю вермишельку обжарим я думаю что все знают это стоп я никого не учу просто показываю раз уж я его варю думаю по ходу сейчас немножечко обжарю и добавляю сюда тертый помидор помидор я уже тоже заготовила натерла один небольшой мне здесь стану это только дианкину и не знаю уж будет не будет не но если я больше варила он бы тоже ел но я просто варит максимум на две порции все немножечко обжарили и теперь добавляем сюда помидорку диана просто у меня очень любит этот суп у нас я люблю я его в принципе и из красной чечевицы люблю а она не любит ни то ни сё вернее раньше ела сейчас видно уже может быть надоело это тоже суп надоедает но она говорит на варенье типа с помидором хотя я этот не очень ем с большим трудом знаете нужно палку чтоб его проталкивать поэтому у меня такой палки нет я его не ем и все и теперь сюда я наливаю воду так и наливаю чистую дианки бывает из-под крана варен у меня диана как начнет как начнет думаю господи ладно то здесь не вкусно все в принципе воды достаточно можно еще немножечко за счет того что ну все таки это макаронные изделия они немножко подраздадутся все далее добавляем свои приправы по вкусу общей сложности этот суп варится 5 минут у меня еще есть 10 минут я уже подготовилась в принципе ну как всегда нужно кучу там почитать подсмотреть вспомнить ой простите простите в общем чайку себе налила и вчера знаете да не только вчера просматриваешь у людей уже такое настроение такое просто бомбовская знаете новогодние люди уже как-то о елках думают о гирляндах думает чародиана там девочка переписывалась а то прям такая расстроена что у нее три гирлянды в комнате будет но одна розетка то есть девушка переживает девочка нету настроение ну да у нас есть а пирлянда но честно и даже елку негде поставить вот я диана вчера с девочкой разговаривала а я знаете вот так вот по кругу смотрю и в голове проворачиваю куда поставить елку но у нас такая небольшая вот может быть там на столе и поставлю куда поставить елку куда поставить елку конечно хотелось бы побольше купить большую но так как мы начали все вот эти вот сборы новогодних украшений мы приехали сюда но у нас не было вообще ничего первый год я делала елку из мишуры из дожди когда на стене ну я так делала в детском саду на дверях своей группы ну и тут что-то думал о дай-ка сделай это был первый наш год второй год а что второй год а мы с дианкой купили маленькую такую елочку настольную тоже украсили и в прошлом году либо мы и в прошлом году купили ну в общем ладно и все вот это масенька елочка там до гирлянды до всякие а гирлянду взяли игрушки в этом году тоже нужно будет подкупить игрушки и все и потихоньку потихоньку собирать потому что новогодние вот эти все причиндалья они к новому году такие дорогие почему-то что просто скупиться знаете ну дорого сразу так вывалить 200 лир и так чтобы у тебя так было так слегка украшена потому что мы брали когда в прошлом или позапрошлом году не грозит взяли так 66 шаров таких по моему 40 лир ну очень дорого очень хочется ж покрасивее не какие-нибудь такие вот выбираешь покрасивее там цена такая заоблачная в общем и настроение пока что извините поправлюсь а то прям наш три волосины в пять рядов естественно они вот так вот еще когда жирные и начинают понимаете вот так вот расслаиваться и залысины эти видны это извечная проблема это мои волосы кому-то господь бог дал хорошие густые волосы а у меня хвостику такой мышиный всю жизнь всю жизнь ну да ладно поэтому никакого новогоднего настроения вообще 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 не знаю почему может быть туда дальше придет может быть действительно после 25 ну вот я вот смотрю одного блогера она из америки вот она шла по улицам нью-йорка боже как красиво слушайте у меня мечтала вот я хочу в нью-йорк попутешествовать хотя бы там на недельку на две вот у меня такая мечта раньше я мечтала в турцию сейчас я здесь живу вот и хочу просто мне не жить нет а просто именно в ну вот поглазеть скажем так я хочу в нью-йорк не знаю почему именно туда вот хочу очень а скрым копат копат дождь видите хлеб ножка и бак славцы хлеб пахнет хлебом мунышка бенимичин ммм тоже кем не сделал эти распечатки кедими кум вот такой вот песок а айнэми да калит и калит калит и айнэми ашки не ка дарбу кушет сгар нюхать нюхать тэкрараш кэм а 20 лишь нифига себе 5 а мы 10 а интернет тэнэ к даралдин а забыл ну гораздо дешевле это однозначно нэй ну ашкин бенимет пищерди мэвэ чок яш говорит что он слишком влажно у меня в кухне ну конечно я тут булгур варю у меня закончился рис и мы перешли на булгур завтра пойду куплю сейчас подожди дианусик смотрите нажарила таких котлет очень вкусный диана тут пробу снимая диана как ну дианка это то что ты не любишь а с укропчиком классно рецепт выложу на своем кулинарном канале галушка асимит вот данных котлеточек заходите вообще классные очень вкусные сочные особенно когда горячие пользуйтесь рецептиком как готовят турецкие хозяйки решила пройти вебинар по правильному питанию что-то там с десертами связано ага введение введение отличия пп фитнес десерта десерты популярности пп десерта в мире вообще-то я думала что это будут простые десерты бонус 1 рецепт торта можно ли зарабатывать на пп десертах и что для этого требуется в общем вот такой вот смотрите видите где я его нашла но бесплатный он это я его нашла в инстаграм и решила посетить вот буквально в 6 часов вечера зарегистрировалась ну посмотрим посмотрим что будет в общем рассказывает продукты в которых есть скрытый сахар мясные деликатесы промышленные полуфабрикаты мюсли фитнес батончики фитнес завтраки я вот это все не ем фруктовые йогурты не ем соки не пью быстрые каши не ем газированные напитки не пьют творожные сырки не ем ну ем только кондитерские продукты блин и никак не могу сбросить вот эти несчастные 5 килограмм застрявшие во мне ну наверное потому что я веду неподвижный образ жизни интересно конечно вот эта женщина рассказывает я первый раз на нее наткнулась рассказывает вообще историю как она занялась вот эти правильными десертами да пп десертами поэтому очень интересно развитие рынка пп десерта мировая тенденция прям мне так честно сказать захотелось этот вопрос более так развернуто изучить вообще проработать его очень интересно тут обещает рецепт торта для правильного питания ну конечно эти такие продукты где их искать вот сахар там каким-то названием слушайте заменяют я такого не знаю но сейчас посмотрим что еще будет интересненько рассказывать борьба с сахаром в арабских эмиратах идет на государственном уровне интересно обилием полных людей ну да ожирение сейчас присутствует не знала что джимми оливер этим занимается глобальный переворот в гастрономии вроде какой ли он борется против фастфуда газировки не знала в общем мы сидели с мужем в завершении вебинара чем закончился я так и не дождалась говорили два два с половиной часа уже час 2 40 и нет ни конца ни края ну естественно он был для того там и создан для того чтобы продать ее там вот эти вот мастер-классы и рецепты ей создан да ладно то их проблемы я покупать естественно не собиралась поскольку кому я здесь буду это все продавать эти пп десерты ну кому она тут надо и где все эти ингредиенты искать я тоже не знаю заменители муки сахара того сего честно даже не знаю я надо почитать может быть действительно это интересная идея не увлекалась никогда но мне интересно был тот момент она начала презентацию свою и себя то есть она рассказала с низов как она поднялась как она пришла к тому что она стала фитнес тренером папы десертом что-то такое короче я уже честно говоря и подзабыла ага сижу 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 мужу говорю тебе нужен комп он же уроки делай где надо ему делать надо он мне говорит нет я рыно когда ты будешь использовать тебя широкий он я буду позже я рину хорошо я мне это говорю я сейчас зарегистрируюсь на вебинар говорю и посижу послушая что ж там тетенька будет рассказывать он да да конечно сидели чай вскипятила все думаю тут уже шстаканы заготовила поставила все чай пить она распочалось а понимаете практически нету его сижу сижу жду 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 дариус герд смотрит так на меня в итоге ашкин кричу ашкин нету дианке я говорю а куда делся папа не знаю я давай искать его по квартире смотрю обувь стоит думаю не ушел не с но я-то в наушниках была я не слышала может думаю он и ушел захожу в спальню спит блин но не сказал ничего сказал бы я хочу спать у него вчера там была ночная друга ой ночная встреча с другом он там они выезжали где-то там сидели чай пили и беседы светские вели естественно поздно уснул поскольку он не сказал что он еще сидел занимался и завтра у него в два часа дня экзамен сейчас проснется на на и дальше продолжит свою учебу а может завтра утром оставить на завтра на утро у меня завтра выходной суббота воскресенье и мы с дианусичкой завтра идем короче пойдем по погуляем ну завтра такая погода мрачная целый день дождь стопроцентная влажность я уже говорила самом начале скажите одно и то же нам рассказывать и пойдем сходим туда в центр города в мегрос мне надо посмотреть короче кое-что прикуплю себе и так глаз брошу потому что сижу тут без безвылазно